В этом ролике мы расскажем обо всех полезных витаминах и пищевых добавках, полезного в которых только реклама. А на деле вы просто портите свою печень и даже провоцируете у себя развитие рака. Все настолько плохо, что на фоне ущерба, который вы себе наносите, камни в почках будут для вас настоящими цветочками. Смотрите видео до конца, чтобы благими намерениями не сократить свою жизнь на целых 40%. Проблема витаминов в последнее время становится все отчетливее. Дело в том, что витамины, пищевые добавки и БАДы, как бы это сказать, их выпускает каждый, кому не лень, так как зарегистрировать их просто. Получить сертификат очень просто. Рекламу сделать еще проще. Берут какую-то полудохлую фитнес-модель, которой денег не хватает на стероиды, и говорят ей или ему, вот витамины, вот деньги. Скажи, что ты такой мощный из-за этих витамин. Кстати, хочу в который раз подчеркнуть, гормональные препараты может выписывать только врач. Самостоятельный прием этих препаратов делает всегда только хуже. Ладно, назад к витаминам и БАДам. В наши дни у каждого человека есть тот или иной дефицит витаминов, и сама идея получить их из таблетки очень хорошая. Но здесь есть свои нюансы, которые важно знать, чтобы не сократить свою жизнь буквально вдвое. В конце июня 2024 года журнал The Guardian опубликовал красочную статью под названием «Крупное исследование показало, что ежедневный прием поливитаминов не помогает людям жить дольше». В самой статье говорится не просто о том, что витамины и БАДы не помогают. Английский журнал The Guardian рассказывает о том, что они буквально становятся причиной ранней смерти и развития рака. В течение двух десятков лет ученые следили почти за полмиллиона среднестатистических людей. Смотрели, как влияет ежедневный прием витаминов. Интересный результат был в том, что как раз-таки большинство людей умерло быстрее именно из группы, в которой ежедневно принимали витамины, а не из контрольной группы людей, кто витамины не пил. К концу этого ролика вы поймете, почему так. Индустрия витаминов и БАДов в мире составляет больше 11 триллионов рублей в год. Вот, представляете, это же 11 с 12 ноликами. В Англии каждый второй человек принимает витамины и добавки хотя бы раз в неделю. И в Англии эта индустрия составляет ежегодно почти 60 миллиардов рублей. В США, например, каждый третий американец принимает всевозможные добавки, чтобы поддержать свое здоровье. В России же на 2022 год рынок витаминов и БАДов составил более 150 миллиардов рублей. И как вы видите, вам придется быть очень чуткими, так как никто не захочет терять вас как покупателя, у которого постепенно из-за полезных добавочек будет портиться здоровье. И вам понадобятся еще и еще такие добавочки. Хотя еще в апреле 2015 года этот популярный и авторитетный журнал указывал на то, что витамины и БАДы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака на целых 20%. Понимаете, это не просто какая-то статейка в каком-то журнальчике. Нашего мнения придерживается и доктор наук Эрика Лофтфилд из Национального института рака в Мэриленде, Нил Бернард из Университета Вашингтона и даже лектор Медицинского университета Бирмингема Дуэн Миллер говорит о том, что польза витаминов есть только в особых случаях. В любом случае, как минимум, исследования 2021 года, витамины как возможные биомаркеры рака, исследования от 2024 года, использование пищевых добавок и повышенный риск рака и многие другие исследования это подтверждают. Кандидат медицинских наук Александр Мельников, ссылаясь на зарубежные исследования, упоминает, бета-каротин с витамином А увеличивает смертность на 30%. Бета-каротин с витамином Е увеличивает смертность на 10%. Дэвид Форман из Литского университета и Дуглас Альтман из английского общества по изучению рака говорят, что на 1 миллион человек преждевременно смерть ждет минимум 9 тысяч человек, если они принимают витамины. Давайте я вам покажу сейчас, насколько все плохо и запущено с применением витаминов и БАДов. Исследование которому уже более 20 лет и было проведено в 2002 году называется «Исследование защиты сердца с применением антиоксиданных витаминных добавок у 20 тысяч человек из группы высокого риска». Часть испытуемых в опыте принимали разного типа витамины, часть принимала плацебо, пустышку. Улучшения не произошло. А ведь опыт провели на 20 тысячах тяжелобольных, у которых гарантированно были разные дефициты питательных веществ. В чем же причина того, что что-то рекламируется как что-то полезное, дает настолько ужасный результат? Начнем с того, что в этих исследованиях в основном использовались синтетические витамины. В рекламе вам говорят, что разницы между синтетическими витаминами и теми, что находятся в природе, нет. Да что реклама? Некоторые врачи так говорят. Но разница все-таки есть и существенная. Первое важное отличие в том, что соединения молекулы синтетического витамина и витамина природного происхождения отличаются. Это легко показать на витаминах и БАДах, цель которых быть антиоксидантами. Антиоксиданты – это вещества, которые выполняют функцию противоокислительного процесса. Например, мотор клетки называется митохондрия. Митохондрия с помощью окислительного процесса создает частичку универсальной биологической энергии обмена между клетками под названием АТФ. Простыми словами, есть что-то в клетке, что производит энергию для клетки. Так вот, если в клетке нет антиоксидантных веществ, тогда это что-то, то есть митохондрия, погибает. Когда вы принимаете антиоксидант, он отдает свой электрон, останавливая процесс окисления. Но так как у синтетического витамина молекулярное строение отличается от натурального витамина, синтетическому витамину придется откуда-то взять назад электрон. Или он сам по себе станет окислителем. Когда этот процесс происходит, это частенько затрагивает ДНК клеток. Клетки начинают неправильно делиться, и если у человека клетки иммунитета слабоватые, тогда Т-лимфоциты не съедят эти новые бракованные клетки, и они разрастутся в раковую опухоль. Второе важное отличие в том, что некоторые синтетические витамины идут без носителя их вспомогательных веществ и ферментов, в отличие от натуральных. А у некоторых синтетических добавок просто другой носитель, нежели у натуральных. Итак, то, что некоторые носители у синтетических витаминов в перспективе токсичны, это мы обсуждать не будем, это и так ясно. Однако то, что поистине делает натуральный витамин таким полезным, это вещества, которые идут вместе с натуральным витамином, которые помогают этому витамину правильно работать. Именно поэтому наши крема от псориаза, экзема и витилиго настолько действенные. Мы очень долго разрабатывали крем от псориаза Псаникан, крем от экземы Экзоприму и крем от витилиго Витциферол. Они работают именно по этой системе, соотношении витаминов и вспомогательных веществ. Поэтому даже крем от витилиго Витциферол работает в 93% случаев. Это выдающийся по эффективности результат. Так что переходите по ссылке в описании и покупайте наш крем, чтобы поскорее избавиться от этих неприятных проявлениях на коже. Или еще для примера можно взять препараты с цинком. В синтетических препаратах обычно носителем цинка является перитион. Молекула цинка перитиона весит в 6 раз больше натурального цинка, которого настолько много в мясе, что ваше тело не считает нужным вырабатывать механизм накопления для цинка. То есть, если у вас достаточно сильная кислотность желудка, то у вас не будет дефицита цинка, кушай вы мясо. Третье важное отличие – это сырье. Вот взять, например, витамин С. Оказывается, витаминов С много. Первое. Л-аскорбиновая кислота. Самая известная из всех для нас аскорбиновая кислота. Проблема в том, что ее строение очень похоже на глюкозу. Это приводит к двум апогеям. Первое – это то, что у синтетической аскорбиновой кислоты очень часто носителем является глюкоза. А значит, такая пищевая добавка будет просто неэффективна, так как ваше тело не распознает аскорбиновую кислоту и употребит только глюкозу. Второе. Почти во всех добавках дешевая форма аскорбиновой кислоты, которая синтезируется из самого дешевого крахмала, например, кукурузного. Крахмал – это цепочка глюкозы. Крахмал разрушает серной кислотой. Затем с помощью распыления мальтодекстрина его выделяют из этой крахмала серной кислотной жижи. Мальтодекстрин – это вид сахара, у которого гликемический индекс H136, в отличие от сахара, у которого гликемический индекс H70. Ммм, полезная витаминка, да? Ну ладно. Аскорбат натрия находит применение в пищевой промышленности как антиоксидант, поскольку в водном растворе быстро реагирует с атмосферным кислородом и другими окислителями, останавливая тем самым окисление. Используется также в качестве стабилизатора цвета и, будучи ешечкой, носит гордое название Е301. Кстати, аскорбиновая кислота – это Е300. Далее у нас аскорбат кальция. Он похож на аскорбат натрия. Благодаря своей форме аскорбат кальция обеспечивает кальций вместе с витамином С. Аскорбилофосфат натрия. Обычно используется в косметике для ухода за кожей. Аскорбилглюкозит. Витамин С, соединенный с глюкозой, грубо говоря. Тетрагексилдециласкорбат. Жирорастворимая форма витамина С, которая участвует в синтезе коллагена, имеет противовоспалительный, антиоксидантный функционал и не только. Аскорбил, тетраизопальмитат. Одновременно и водорастворимая форма, и жирорастворимая. Некислая форма витамина С. Липосомальный витамин С. По своей сути, это активный витамин С, заключенный в липосоме. Липосома – это своего рода контейнер, сделанный из того же животного материала, что и оболочки ваших клеток. Как вы видите, только одного витамина С мы насчитали 8 видов. Хоть есть и еще. А вы? Что вы? Пьете же наверняка самую бесполезную, дешевую форму витамина С. Но это не ваша вина. Даже если кто-то из вас химик или биолог, вы все равно не будете о таком задумываться. Если бы пропаганда витаминов была не такой мощной, этот рынок не был бы настолько богатым и прибыльным. Да даже свою мать я уговаривал годами не пить витамины просто потому, что считается, что пить их полезно. Ну ладно, с синтетическими витаминами разобрались. И вы могли бы сделать вывод, что просто стоит взять и поменять все синтетические витамины на натуральные. Перед этим стоит тоже застрить свое внимание на источнике. Так как натуральные витамины побольше своей части делаются из травок, нужно быть уверенным в производителе. Как сушилась травка? Если на солнышке, то она и грошалом она не стоит, потому что ультрафиолет просто-напросто разрушит все полезное в травке. Где срывалась травка? Около дороги. Тогда в вашем теле будут выхлопные газы из автомобилей и все их токсины. Чем обрабатывалась травка? Химикатами и другой мусоркой, которая по факту запрещена в России, но уже под видом БАДов вводится в страну, и там этих побочных компонентов якобы нет. Надо помнить, что контроль за витаминами и пищевыми добавками очень слабый. На какой почве была выращена травка? Вот в Индии, например, очень часто такая почва токсична и богата вредными металлами. Хорошо, теперь вы это поняли, и настало время самому важному и главному, во что я вас должен посвятить. Это очень важно. Можете даже сделать погромче. От витаминов тоже бывает передозировка. Ее очень просто достичь. А еще есть даже противопоказания к некоторым. Витамин А. Передозировка витамином А вызывает боли в суставах, разрушает печень, приводит к уродству младенца в утробе матери, разрушает глаза и сердце, уничтожает нервную систему, создает проблему в костях, как, например, истончение костной ткани в позднем возрасте. Еще вызывает ужасные сыпи и раздражение кожи. Вот, кстати, исследование о токсичности витамина А. Или вот еще пример. Научная статья «Влияние комбинации бета-карантина и витамина А на рак легких и сердечно-сосудистые заболевания» рассказывает о том, что принимая эти комбинации, риск заболеть раком легких повышается на 28%, риск умереть от рака легких повышается на 46%, а общая смертность повышается на 17%. При этом в исследовании участвовало 18 тысяч человек. На этом фоне побочное действие витамина А – это смена вашей цветовой гаммы, то есть вы станете желтыми, как будто у вас отказала печень, или вы заразились гепатитом. Довольно добрые последствия. Витамин Е. В исследовании «Витамин Е может увеличить риск смерти» показали, что по сути 39 человек на 10 тысяч умирает от высоких дозировок витамина Е. Да, процент прям мизерный, но это показывает, что нельзя просто так что-то пить, потому что кто-то нельзя грамме пытается на вас срубить денежку. Ну а так избыток витамина Е приводит к апатии, усталости, головной боли, тошноте и ухудшению зрения. Витамин С. Ну а тут я совсем коротко. Избыток аскорбиновой кислоты приводит к похожим симптомам, как и у ЦНГД. Вот исследование о влиянии потребления витамина С на здоровье человека. Как неправильно интерпретировать клинические данные. Витамин К. Переизбыток витамина К приводит к тромбам, а более легкая передозировка делает кровь значительно гуще. Еще избыток витамина К бывает часто причиной анемия. Опять же, вы можете поднять бурю в комментариях и сказать, а вот витамин К1, а вот витамин К2, или еще какое-то кодовое название витамина К. Но поймите, если вы усваиваете животные жиры, вам просто нет смысла принимать витамин К. Да и к тому же, весь витамин К в интернете и в магазинах синтетический. Избыток железа. Лишнее железо очень сложно вывести, и оно накапливается в печени, доводя ее до цирроза. Накапливается в сердце и мозге. Как-то мало приятно в этом всем, особенно если это будет сопровождаться запорами. Они тоже бывают симптомом переизбытка железа. Йод. Если вы будете добавлять сюда йод, и у вас накопится его избыток, это почти всегда приведет к болезни щитовидной железы. А еще он снижает запасы селена, микроэлемента, который помогает работать некоторым антиоксидантом. Селен. Раз уж я его упомянул, если у вас будет его избыток, вы сможете попрощаться с густотой своих волос. Настолько, что сможете даже полностью облысеть. В основном потому, что лишний селен связывает цинк. Цинк. Избыток цинка приводит к гастриту, а еще к витилиго. Потому что избыток цинка блокирует медь. Только сильно не пугайтесь насчет витилиго. На самом деле дефицит меди – очень редкая причина витилиго. Обычно виноваты другие процессы. Про причину витилиго и как оно появляется у нас уже есть на канале ролик. Кальций. Проблема таблеток кальция в том, что он в таблетках мелкодисперсный. То есть это не молекула, а соединение молекул. То есть он мелкомолотый. Когда вы пьете такие добавки, тогда смело можете сказать здрасте камням в почках, в мочевом пузыре и кальцинации сосудов. То есть этот неперевариваемый и неусваиваемый кальций будет откладываться там, где его не должно быть. Даже в суставах. Как вы теперь понимаете, все витаминные БАДы должны быть в адекватных количествах и только при необходимости. Годами пить витамины и пищевые добавки нельзя. Желательно пить их относительно короткими курсами в несколько месяцев. Опять же, если есть такая необходимость по здоровью. А если у вас есть псориаз, экзема или витилиго, переходите по ссылке в описании. Покупайте крем и смотрите наши ролики.